Всем здорова, ребзя, с вами Макс, вы на канале Mavic Games, и сегодня мы будем смотреть первый взгляд на Starfield Direct. Геймплей, его разбор, и что и как нам эту игру продает тот Говард. Starfield — наша первая новая игра вселенной более чем за 25 лет. Но это по-прежнему ролевая игра. От Bethesda, с которой вы откроете новый мир, и поймёте, что ваши возможности безграничны. Но здесь это не единственный мир. Сразу же смотрим на геймплей. То есть, что нам предлагает с правой стороны Health — здоровье полоска, и с левой стороны — это кружочек навигации, где у нас указывается O2 — это кислород уровень, CO2 — это углекислый газ. Затем, своего рода, как ориентация северо-запад, юг-восток. И красная — это радиация, и жёлто-оранжевая вода. То есть, то, что мы видим и находим. Более тысячи миров будет у нас, и всё будет зависеть только от вас. Поиски. И только сейчас появилась технология, позволяющая создать всё это. От камней под ногами и горных хребтов вдали, до людей и существ, населяющих эти миры. Это не декорации. Вот, тот спутник действительно находится на орбите планеты. Да, всё реалистично. Почему будет более тысячи миров? Я так предполагаю, всё будет к сетке какой-нибудь, к интернету подсоединенного. То есть, вы просто без интернета, возможно, не сможете играть. Это будет такой комьюнити космических путешествий, где вы, скорее всего, будете создавать базы. И на эти базы будут другие путешественники к вам присоединяться, возможно, жить, города создавать. Возможно, это отдалённо делают песочницу а-ля Майнкрафт. Планеты подсвечиваются в реальном времени. С учётом типа звёзд и состава атмосферы. Система анимации тоже полностью новая. И, конечно, вы можете играть как от третьего лица, так и от первого, скорее всего. Да, так, как и от первого. Мы всегда поощряем изучение миров. Что нам предлагается? Изучаем. И сразу же высветилось у нас под, с правой стороны, под жизненной полоской, у нас высветилось оружие. С 100, скорее всего, зарядов или патронов. Фауна. Надо найти 4, да, каких-нибудь вида, флора, фауна, ресурс. Это задание. И какие-то вопросительные знаки, скорее всего, ещё что-нибудь можно будет найти. Исследовано 44%. Обычно вы исследуете в основном зону высадки. Вы можете собрать ресурсы, таким незамысловатым лазером, а-ля лазерный кирка. И выполните, может быть, найти что-нибудь неожиданное. Заброшенная шахта. Локация. И сразу же обозначаются, с левой стороны, красные значки о том, что находится враг. Рядом. Спайсер. Космические пираты. Панки. Слушайте, а здесь гравитация даже совсем другая. Он подпрыгивает, да, наш герой? При стрельбе получают экспириенс. Опыт. Быстрее получается убивать, если попадаешь в голову, да, или в ранец. Да, ещё и ранец и летает. Сейчас немного назад перемотаю. Здесь очень интересная только что была фишка. Что-то высветилось. Так, не здесь, а вот здесь сейчас за убийство. Наверное, надо сделать, знаете что? Так, скорость воспроизведения 0.25. И тогда смогу я заметить. Вот. Баллистика. Что здесь? Килы. 20 килов. Баллистика. Вэпн. То есть, совершили 5 убийств из 20 с пистолетом. Возможно, ещё при прыжке, да, вот. Насобираешь, выполнишь этот маленький скилл. И дадут, скорее всего, очко на развитие своего древа. Древо навыков. Опа. Плача. Здесь уже интересно, что мы видим. Играют на джойстике. А. Икс. Это иксбоксовский. А так как беседка уже принадлежит иксбоксу, поэтому они уже и только играют на джойстиках. На джойстиках, кстати. Да. Вот на таких вот, как и у меня. Вернее, я играю на таких, как у них. Что ещё интересно. Подходя к противнику, которого мы убили, да. Не надо нажимать какую-то клавишу, чтобы высветилось, что у него есть в наличии. И какой у него ресурс, который можно забрать. Вот я сейчас вижу, ближе подошёл. Сразу же у меня выбор окошка. Взять всё или что-нибудь из одно. Из, да, трансфера. Мы обожаем всякие полезные вещи, поэтому подбирать можно всё. А рассмотреть добычу можно в меню данных. Так, а здесь собрана вся важная информация. Смотрим, что здесь у нас. Соответственно, по центру наш персонаж. Жизнь. Уровень 11. Так, с правой стороны. Принадлежность какой-либо... Ну, это не раса, наверное. Даже не знаю, сообщество, скорее всего. Сертификация 0%. Skill points 3. Всего лишь оружие. Так, с левой стороны. Исследование сурвайвает. 44% планеты исследованы. Локация. Время, проведённое там, да. 6.06, может быть. Или сколько там сейчас по времени. И фронтир. Так, зона. Зона... Я даже не знаю, что это означает в левом нижнем углу. Здесь собрана вся важная информация о ваших навыках, корабле, заданиях и инвентаре. Мы продумали каждый предмет до мелочей. Будь то оружие, скафандры... Или еда. Скафандры, понятно. Там под каждое, наверное, скорее всего, можно будет менять каждый скафандр под какой-нибудь стиль игры. Хочешь летать, там больше, наверное, надо будет ранец какой-нибудь другой. Хочешь по стелсу, наверное, будет чёрный костюм. По еде. Так же самое, наверное, здесь... Так... Масса 0.50... Ну, в килограммах или фунтах будет. Стоимость 740. Восстанавливает 15... Жизни. 15 единиц. Что ещё могу примечательно сделать? Кредит. Сколько у нас денег есть? Кредиты. Это 16309 уже насобраны. И масса общая на... Сколько там? 11 уровень был, да? 145 либо килограмм, либо фунтов. Можно нести. А сейчас заполнено на 97. Осмотрев окрестности, можно вернуться на корабль пешком или быстрым перемещением. Можно брать с собой компаньонов и членов экипажа. Я стоял у васка у корабля. Васка это, скорее всего, вот этот робот. Но он очень интересно выглядит. Вроде бы как гуманоид, но нет. Приплющнутый. Руки длинные, ноги длинные. Туловища как такового нет. И голова как у Олли. Олли. С возвращением капитан Говард. Он даже обращается к вам по имени. Пора в путь. Кстати, действие происходит в 24 веке. Это всё описано в Википедии. Про самого Старфилда. Мы стремились передать восторг и удивление от космических путешествий. Вернуть романтику золотого века исследования космосом. Мы называем этот подход НАСА ПАНК. НАСА ПАНК. Главное, это быстро не произносить, иначе выглядит как не совсем красиво. Мы используем язык дизайна, чтобы передовые технологии выглядели обыденными и понятными. Этот контраст позволит создавать яркие визуальные образы. То есть, будет, скорее всего, образ... Почему понятно делает визуально? Чтобы не было какого-нибудь сильно уж футуристического намешанного. Было понятно. Вот космический корабль, мы представляем его, как в нашем мире, это как космический корабль. Простая ракета, простые стекла, тумбочки, грубо говоря, тумблеры и кнопки, которые присущи нашему времени, и мы это понимаем, и визуально понимаем, и все это одобряем. Вот на это, наверное, был акцент сделан и проговорено. Итак, этот контраст позволил создавать яркие визуальные образы. С одной стороны, это NASA, где функции важнее стиля. С другой, это панк, где все подчинено стилю, опять же. Этот подход заметен в дизайне корабля. Корабль станет домом для вас и вашего экипажа. Как и во многих уголках игрового мира, здесь есть налет аналоговой ретроэстетики. Этакая будничная фантастика, где все слегка потерто. Да, вот сразу же я паузу нажал. Гофра сверху, да, вот почему в космическом корабле вообще гофры? Нужны они или нет? Вот гофра труба. И сразу же кабель, который в целофан или что-то, да, он обкручен. Грязные тумбочки, ну да, присущи. Здесь у нас даже койка поцарапанная, подряпанная, местами побитая. То есть говоря, грубо говоря, она обжитая. Есть тумблеры, несмотря на то, что это 24-е столетие. Кнопки, ну все нормально. Это такая буднично изношенное и обжитое помещение. Ладненько, каков наш план, капитан? Навигация. Это ваша звездная карта. Начнем с планеты, где вы сейчас находитесь. Здесь собраны все сведения о нашем ресурсе. Можно выбрать место для посадки или быстрого перемещения. Это сразу же напоминает какая-то частичка масс-эффекта. Но меня иногда это задрачивало, когда ты хочешь ресурсы искать, на планете ищешь. Там пилингуешь, пим-пим-пим, но здесь я этого не вижу. Что здесь у нас описывается? Пурина, 4С, Пурина Систем, это мун, это планета, которую мы исследуем. Тип Рок, Вик, Маргинал 0.4, Флора и Фауна, которые не исследованы, надо исследовать. Ресурсы, 8 ресурсов, которые можно скорее всего найти или нельзя. Гравитация 52G. Отдалившись, вы увидите вся планета из системы. Игровой мир огромный. Здесь вы увидите планеты с важными местами и заданиями. И узнаете, есть ли там жизнь, ведь многие миры мертвы, зато богаты ресурсами. Сделав обзор, вы увидите всю систему этой части галактики. Много можно приложить курс к миру за несколько там световых километров. Гравит, привод сжимает пространство и отправляется в точку назначения, чтобы достичь самых отдаленных точек. Придется улучшать и корабли, и навыки. Да. Есть такое в играх. А пока возьмем курс на систему Альфа Центавра. Где находится город Новая Атлантида. Сразу же, да, у нас интерфейс меняется. Мы управляем самостоятельно космическим кораблем. И вот мы в пространстве. Сохраняйте курс, пока не возвратишься. Так, сканирование корабля происходит. На наличии, наверное, пиратов. Сканирование завершено, разрешая посадку в Новой Атлантиде. Даже можно выбирать, там я видел две точки, которые посадку можно совершить. Так. Оказавшись в Новой Атлантиде, и взглянув наверх, вы увидите колоссальное здание. Ну, нас этим не удивишь. Мы уже видели неоднократно такие здания. И... Неудивительно. Это самый крупный из наших городов. Не только по размеру, но и по количеству графики. Население и заданий. Создавая город, мы в первую очередь уделяем внимание его роли в сюжете. Мы хотим рассказать множество коротких историй. Это меморайл колониальной войны. В такие моменты кажется, будто здесь живут настоящие люди. Занятые своими повседневными делами. Я в ступоре не могу выбрать. Это же просто кофе, чувак. А еще именно здесь начинается ваш путь в созвездии. И... Так. На что обращаю внимание? Здесь растут растения разнообразные. И человек находится все-таки в скафандре. То есть, сам кислород, наверное, насыщенный ядовитыми газами, не пригоден к жизни. Часы, электроны в 24 веке. Как ключ. Добро пожаловать в созвездие. Нам надо многое обсудить. Поначалу созвездие кажется этаким тайным обществом. Многие даже не знают о его существовании. Это последние настоящие исследователи галактики, ищущие ответы на главные вопросы в истории человечества. Артефакты такие разные, такие непонятные. Я уверена, что один из них установил с тобой связь. То есть, инопланетный артефакт. Артефакт. Положи его на стол, пожалуйста. Боже мой. Посмотрите, они притягиваются. Значит, это части целого. И созданы кем-то за пределами освоенной системы. Это весьма разношерстная кампания. Например, Сара Морган, в прошлом солдат. И исследователь, а ныне глава созвездия. Теолог Матио, уверенный в существовании высшего разума. Способная исследовательница Ноэль, протеже Сары. И Уолтер, успешный бизнесмен. Из освоенных систем, он же спонсор созвездия. Все возможно, если у вас есть деньги. А еще есть бывший пират Влад. Влад. Влад, афроамериканец Влад, очень странно. Сэм Коу, бывший космический ковбой. И Барретт. Знаешь, чем меня бесят пираты? На их основании не действует моя ослепительная улыбка. А меня еще заинтересовала, у него какая-то походка была очень интересная. Вот с графонием, да, здесь немного проблемы. Космический ковбой, сейчас. Вот такая странная походка. Он вообще... Бедра как будто шире даже, чем плечи. На них совершенно не действует моя ослепительная улыбка. На клана пиратов. Путешествия с созвездием станут лишь первыми из многих. В освоенных системах вас ждет множество историй. Людей и приключений. То есть, скорее всего, здесь будет какая-то сюжетная линия, да, как говорят, на 40 плюс часов. А дальше будет развиваться песочница Вселенная на тысячи тысячи часов. Новая Атлантида. Находится в объединенных колониях. Это первое большое поселение в космосе. Здешние жители высоко ценят закон, дисциплину и наследие человечества. Они считают себя истинными потомками землян. А не хочешь ли вступить в авангард? Помочь объединенным колониям получить гражданство? Окей. Новая Атлантида не единственный город в объединенных колониях. Город Кедония на Марсе и по сей день является крупнейшим добывающим комплексом ОК. Покинув объединенные колонии, вы окажетесь на просторах независимой коалиции звездных систем. Сразу же вопрос, а что случилось с планетой Земля? Все ли с ней в порядке? То есть, здесь упоминается объединенная Новая Атлантида, упоминается Марс, что там какие-то шахты добывают какой-то полезный ресурс, ископаемый. Но о планете Земля пока есть ни слова. Это Содружество Свободных Звезд. Это уже чем-то напоминает Fallout, да? Беседка, да, вот она работала. Это первая вселенная, новая вселенная. То есть, у них есть Fallout-вселенная, у них есть Elder Scrolls, у них есть теперь новая вселенная космического сообщества, где они будут накидывать свой опыт из всех предыдущих игр. Вот я сейчас прям увидел ковбоя, который идет по Новому Вегасу. Нью-Вегас, Fallout. Столито Содружество. Город Акила-Сити. Его достопримечательность – гостиница Калинзония. Помогая людям, рейнджер полагается на интуицию и разум. Неон когда-то был рыболовной платформой, но прославился в освоенных системах, как город удовольствия, где можно почти все. Если вы легко подаетесь соблазнам, эта работа точно не для вас. А там такие, вот, все неоновое и драконы, мне сразу же напоминает Киберпанк. Ну, не знаю, такие ассоциации, там, где много красных драконов и ярких цветов. Вот это уже, конечно, вставили. Рюйджин набирает лучших специалистов, чтобы построить светлое будущее. И снова дракон. С права стороны дракон, инфокиоск. Информационный киоск, где можно все узнать обо всем. Неон ни с кем не церемонится. Это сообщество Неон, да? Или киллеров, или что это? Смотри, чтобы тебя не убили, ладно? За пределами освоенного космоса остается еще немало неисследованных систем. Но именно там обитают самые враждебные группировки галактики. Великий змей голоден. Однажды все язычники обратятся в прах. Однажды все язычники умрут. И это сообщество змей было в черных костюмах. Я надеюсь, что можно их не только уничтожить, разоружить, но и снять с них комбинезоны и комбинировать эти костюмы. Было бы клево. Новое лицо? Этому человеку хватит храбрости пробежаться по Красной Миле. Космическая станция. Они мнят себя хозяевами галактики. Но это ошибка. Она принадлежит Багровой Флотилии. Так было всегда. Создавая Старфилд, мы проработали города и поселения еще лучше, чем в предыдущих играх. Теперь они ждут вас. Шаг в будущее человечества. Здесь все на эмоциях. Ну и что? Выдвигаемся? Галактика полна интересных мест. И историй. Я сам порой часами сижу в редакторе персонажа. Уверен, что игроки очень обрадуются, увидев, какие улучшения мы внесли. Система осознания персонажей создания подверглась существенной переработке. Мы отсканировали лица, людей разных возрастов и этносов. Комбинируя данные, мы создали разнообразных, очень детализированных персонажей. С помощью этой системы созданы все персонажи, которых вы увидите в игре. Каждый персонаж выглядит ничуть не хуже, чем созданный вами героем. Очнись. Начинается игра. Эй, спокойно, 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 полегче. То есть здесь кастомизация персонажа будет, конечно же, все зависит от вас, но будут вам предложены образы, от которых вы можете либо от них отталкиваться, изменять, видоизменять, либо согласиться с тем, что он предлагает, и играть. С теми характеристиками, которые он предлагает. Спокойно, полегче, полегче. Вот это тебя вырубило. Телесных повреждений нет. Насчет умственных не ясно. Кто ты помнишь? Ты из новеньких Vargas Extractors. Вспоминаешь? Знакомо. Что-то из этого. Все, это прямо начало игры нам показали. Только, мне кажется, это после того, как мы создаем персонажа. Или до. А вот и персонажа. Слушайте, там даже женщина есть, которая там за 50 уже вся седая. Создавая персонажа, вы словно просматриваете личные дела сотрудников. Выберите любой из 40 вариантов в качестве отправной точки. 40, ребзя. 40. Ничего себе. Мускулатура. Так, тело. После этого углубиться в детали можно и сделать все по-быстрому. Новая система дает больше возможностей. И это самый простой редактор персонажей из всех, что мы создавали. Он позволяет создавать практически все, что захочете. Взял за основу разные фенотипы, типы кожи, макияж, пятна, шрамы, пирсинг, зубы и прочие параметры. Настроек много и с ними интересно играть. Здание персонажа не сводится к внешнему виду. Именно на этом этапе вы решаете, кем хотите стать. Но что я заметил, там, ну, так быстро пролистали, там уже все персонажи были очень такой возрастной категории. Там, мне кажется, 40+. Молодых, такой молодежи 18-16 нету. Вот тут и пригодится биография. От нее зависит ваша предыстория и три базовых навыка в начале игры. Кстати, они выглядят как нашивки своего рода. Да. Из поваров, трудяги, ребята в бригаде до сих пор до сих спорят. Из-за какого ресторана критика ты теперь с нами. Биография хороша тем, что заранее не угадаешь, когда она сыграет с тобой какую-то роль. Представьте, что вы беседуете с посетителем роскошного ресторана и вдруг узнаете, а вот здесь уже появляется, что есть выбор общения, можно общаться, диалоги будут происходить, это уже интересно. И вдруг узнаете, что ему нужен охотник на чудовище, чтобы выследить монстров. Ладно, по крайней мере, я теперь знаю, что стоит нанимать профи. Мы также даем возможность сделать персонажа более уникальным, выбрав три черты. Черты являются необязательными, у каждого из них есть свои плюсы и минусы. Вы можете встретить своего поклонника. Клянусь Виктория, клянусь Виктория, это правда, правда вы? Он присоединится к вам и будет осыпать подарками, если только вы готовы терпеть этого болтуна. Не могу поверить, что душу с вами одним воздухом. Я не упущу ни одной молекулы. Это уж настораживает. Моя любимая игра, вам придется тратить кредиты на помощь родителям, зато они очень милые и к ним хорошо и весело ходить в гости. Дорогая, смотри, кто пришел. О боже мой. Я встретил в космосе враждебные цели, но благодаря одной из выбранных черт я использовал и мне удалось улететь без проблем. То есть характеристик. Есть еще одна крутая черта, ваш урон увеличивается, когда у вас мало здоровья, но периодически появляются наемники и пытаются вас убить. Что бы мы ни выбрали, есть множество способов поведать свою историю. А если вы захотите убрать черту, это вам понравится. прекрасный вид, настоящая услада для глаз, вперед, навстречу приключениям. А здесь подкол, я понял, когда стреляешь в ранне 100, чувак, короче, улетает и взрывается. Опа, и нам не показали. Но искать их придется самостоятельно с приключениями на свою пятую точку. Сотверив идеального персонажа, вы сможете отправиться в путь, взяв лучшие элементы навыков и способностей из предыдущих игр. Мы собрали из них абсолютно новую систему. Слушайте, ну здесь прям экспириенс, я вижу, больше получается за убийство, сколько здесь было, 75 экспириенс очков было за убийство вот этого осьминога, а в начале игры было там 25 максимум, 15 или 10 экспириенс за убийство пирата на шахте, заброшенной. С повышением уровня вы получаете очко навыков. И улучшать существующие можно. Или открывать новые. Ранги открываются при завершении испытания, связанных с этим навыком. Они в виде нашивок. То есть вскрывать можно, я вижу здесь уже функции. Чем выше ранг навыка, тем сложнее его испытание. Есть 5 деревьев навыков, по 4 ранга на навык. Тут есть из чего выбрать. Мне нравится ксеносоциология, ксеносоциология, или что она? Ксеносоциология сказала. 5 деревьев навыков, по 4 ранга на навык. Да, это я услышал. А на что? Ксеносоциология. Да, я прав. Это управление разумом инопланетных существ. А, гипноз. Так и говори. Управляем. Манипуляция. Всегда обожаю летать на ранце. Вот тут эта интересная функция. Взлетел, пострелял сверху. Я качаю до упора физические навыки, чтобы получить нейроудары. Для ближников. А ну, так, ну есть экспириенс, какой получить за ближний бой. Это очень весело. Развивайте навыки, отражающие ваш стиль игры. Я люблю действовать скрытно и очищаю чужие карманы. То есть мы здесь видим уже ближний бой, разговорный жанр, да, деревья можно. Потом этот, гипноз, теперь скрытность и убийство, скорее всего, будет здесь. Кража была только что указана, да, крали. Медленно ползти по вентиляции, как в фильме. А потом резко выпрыгнуть и застать кого-то врасплох. Я люблю решать проблемы беседами. Сюда вход запрещен. Ну вот, прокачиваем в этом тебе вот пропуск. Мне нравится стрелять на бегу, а я люблю атаковать сверху, прилетев на реактивном ранце и забрасывая врагов минами и гранатами. Но здесь плюс к этому играет, что ты прыгаешь, еще и гравитация, низкая гравитация, то есть ранцем ты можешь способствовать как-то подлетать, но возможно, если маленькая гравитация, ты можешь просто прыгнуть и зависать в воздухе без ранца. Возможно. А я люблю все взрывать. Ну, эксплор. Снайперка есть, отлично. А как здесь можно оружие прокачивать? Можно ли прокачивать или только находишь и создавать что-то. Картинка создает эмоцию. Изучение миров одна из основных наших игр, из основ наших игр. Старфилд множество систем с новыми формами жизни, ресурсами и приключениями. Вот если здесь тысячи миров, то соответственно, они не были созданы изначально, а игра досоздает, ну, отправился ты там за тысячи световых лет на какую-то планету, и игра сразу же автоматом создает, на основе этого близко солнце или нет, может там быть жизнь или нет, и фауна создает, если там есть солнце, воду создает тебе, под тебя, как своего рода, как песочница Майнкрафта, то есть, отдельный мир. Мы искали баланс между реализмом и удовольствием от игры. Мы изучали данные НАСА и множество других источников, чтобы сделать наш мир убедительным. В частности, мы уделяем внимание атмосфере планет и размещали биомы с учетом расстояния от планеты до Солнца. Создав приближенных к реальности существ, мы искали способы сделать его интересным, мир этот и существа. Покинув планету, вы отправитесь в космос, где вас ждут полеты среди астероидов, случайные встречи с интересными незнакомцами, космические бои, изучения заброшенных кораблей. Это уже интересно. Это 100% тоже песочница, песочница. Прямо рассыпная. Все это есть в игре. Вот только бы здесь, в этом игровом мире не сделали каких-то вот таких фишек, продающих кораблей, продающих скафандров, вот не надо сюда внедрять такого. Вот я сейчас вижу, все-таки это такой взрослый осмысленный Майнкрафт, а не просто песочница, вот наверное какую-то идею из Майнкрафта взяли. Игровой мир поощряет любопытство, ведь где бы вы ни были, на поверхности планеты, в городе или на просторах космоса, вас ждет множество сюрпризов. А вот это уже, ребята, это уже клево. То есть идешь ты по какой-то линии сюжетной, там будет скорее всего в начале сюжетная линия, там часов на 30, на 40, на 50, и если ты от пути в сторону уйдешь, ты можешь что-нибудь интересное найти. Ну это в принципе как Elder Scrolls, я сейчас пятый прохожу, ты идешь по одному сюжету, ходишь в сторону и совершенно в другую линию ушел, что-нибудь новое нашел. За дерево зашел, там уже сундук нашел. Встретил кого-то человека или существо, которое тебя направляет совершенно в другую стезю. Показали несколько видов космических кораблей. Вы можете изучать космос, ведь у вас есть корабль. Вот отсыл. Ваш корабль по сути будет являться персонажем и одновременно заменять вам дом. От обилия возможностей у вас наверняка закружится голова. Можно купить корабль, уверен, ты подберешь себе что-нибудь, модифицировать и улучшать его, нанять экипаж для его обслуживания. Все начинается с космопорта. У техника в каждом космопорте можно купить, продать или модифицировать корабль. Я могу чем-нибудь помочь? Может, вы начнете с быстрого истребителя, идеального для охоты, а затем пополните гараж огромным грузовым кораблем для заданий по доставке или даже перевозке контрабанды. Мы же для начала возьмем стартовый корабль Фронтир и внесем модификации. Изначально когда проговорили возьмете ли вы для контрабанды, то есть вы можете стать контрабандистом, потом истребителем для охоты, то есть пиратом можете стать, сразу же как все разветвляется, либо просто простым исследователем. Вы можете изменить и улучшить все, что сейчас видите. Есть два способа сделать это. Можно быстро улучшить отдельные системы, например, орудия или щиты, или погрузиться в детали как настоящий корабельщик. Здесь можно менять все, что угодно, от системы до облика и компоновки. Добавив жилой модуль, вы расширяете пространство для экипажа. Добавив обтекатель, измените очертания корабля. Улучшенный гравипривод позволит прыгать на большее расстояние в космосе. Вы даже можете перекрасить судно, чтобы получить нужный вам облик. Детали, из которых собран корабль, влияют не только на его характеристики. От них зависит, что можно делать, находясь на борту. Есть ли модули для изготовления, предметов для хранения и показа оружия. Каждый производитель кораблей выпускает детали в своем характерном стиле, то есть все какие-то верстаки будут находиться на корабле или на каких-то базах, скорее всего, которые будут захватывать или строить. будь то жилые и грузовые отсеки, столовые или диспетчерские. Все будет зависеть от вас, от модификации. Ну нет, там же указаны деньги, кредиты или кредиты, которые еще надо будет, я не знаю, сколько изначально дадут их, добыть еще надо. Будут перепродажи существовать какие-то, куда-то доставить. Наш фронтир корабль практичный и практичный. Вы можете придать ему практически любой облик. Это покажется странным, модифицируя корабли, я придаю им облик животных. Я назвал его утконосом, но навряд ли она сильно играла в эту игру, она ей дали попробовать, и она продает то, что она смогла сделать. Типа продает конструктор лего, потому что у него большой хвост. Обратите внимание, что здесь присутствуют не молодежь, а такие седовласые люди в большинстве. мы создавали пауков, создавали роботов, ну, вот это вот не надо было показывать, такого вот не надо делать. В общем, у кого-то на что хватит фантазии. Мы все-таки здесь не лего предлагаем игру, да, более серьезный вариант. Здесь они уже сильно поприкалывались. Вы можете сделать свой дом среди звезд таким, каким захотите, но он скорее всего станет домом не только для вас, а экипаж скорее всего там уже проговорились. Правильно. Все готово, ждем команды, капитан. А команду мы будем где? Не в космопорте нанимать, а где обычно нанимают? В тавернах. Здесь будут какие-то бары. Двигатели готовы. Фронтир готов к полету, капитан. Некоторые участники созвездия могут отправиться в путь с вами. Компаньоны могут быть членами экипажа и сопровождать вас повсюду. Мы будем вместе, пока не найдем артефакт или не окажемся в тупике. Сразу же предлагается так, что у нее к чему есть навыки и она будет этими навыками нам полезна. У каждого компаньона есть полезные навыки, как я и проговорил. Для кораблей и авантпостов, а также уникальные задания. Иногда дружеские отношения перерастают в романтические. Даже не знаю, любил ли я хоть раз кого-то. Слушайте, это как в масс-эффекте, да, вот каждый компаньон, кого ты берешь себе в экипаж, члена экипажа, у него есть какие-то определенные задания, которые надо выполнить. Так и здесь будет. Но романтические отношения еще заводить, это уже что-то новенькое. А если на борту понадобятся помощники, вы сможете нанять их в космопорте. Найдется на короле местечко для меня, но космопорт, подожди, да, космопорт, но опять же, где она сидит, не за прилавком, с пивом, то, соответственно, бар. Мы ее в баре таверна космического образа. Потенциальные члены экипажа иногда встречаются на пути. Для меня найдется местечко на твоем корабле. А, слушайте, можно еще и в космосе где-то при каких-то определенных ситуациях встретить. Ну, тоже, как вариант. А что убраться с этой каменюки? Эффективность кораблей и аванпостов зависит от навыков и членов вашей команды. Подом компаньона многие члены экипажа способны помочь вам в бою. Вот, к примеру, ВАСКО, это робот. Он создан по основным принципам устройства НАСА. Не попадайтесь под выстрелы. От этого умирают. Но мне хотелось его очеловечить. Я вытянул ему конечности. Он стал похож на человека и у него появились свой характер. Жаль, что исследование космоса связано с насилием. Используя арсенал для создания кораблей и выбора членов экипажа, вы построите корабль своей мечты и станете его капитаном. А теперь отправимся в небо. Мы посадим вас за штурвал вашего личного звездолета и позволим вытворять практически что угодно. Нам, разработчикам, это очень нравится. дают вам свободу. Полеты должны быть опасными и увлекательными. А вы должны ощущать, что все находится под полным контролем. Типа под полным контролем. Так можно и корабль уничтожить. Мы постарались, чтобы это ощущалось везде. Вы не сможете вы не просто жмете на кнопки стреляете, но и это сложное сочетание навыков пилотирования и системы распределения энергии. Энергии чего? Перебросив энергию на двигатель, вы ускоряете корабль. Это нам объясняет саму систему управления. Запитав гравипривод, сократите время ожидания до следующего гравипрыжка. Но здесь надо техничес навык иметь. Переключив энергию на орудия и щиты, подготовитесь к бою. А расслабляться нельзя, в космосе вы не одни. Это пираты. А тут уже как начался бой, можно переключиться уже в совершенно другой режим пилотирования. Это интересно. Открыв навык управления целеуказанием, вы сможете целиться в отдельные подсистемы кораблей. Это уже интересно тоже. Но какое количество экспириенса надо набрать, чтобы получить поинт? Очко навыка. Будет ли это сложно? Долго. Уничтожив вражеское судно, можно собрать трофеи, не покидая кабину. Здесь будет сложность. Любой корабль можно превратить в утиль. 80 экспириенс. 80 экспириенс опыта за подбитие корабля. До этого осьминожка на корабле, вернее, на космическом этом, в космосе убили осьминожка за 75 хп. На какой-то планете было. Но можно разобраться с обидчиком лично. пристыкутись к вражескому судну и возьмите его на абортаж. Это уже тема. 11 хп, да, и 44 получили. А если к тебе пристыкуются, и тебя на абортаж возьмут? Захваченный вражеский корабль станет вашим. Его можно добавить в свой флот и получить в космопорте. Но в космосе вы не только сражаетесь. Как и на планетах, здесь есть на что посмотреть и чем заняться по пути к очередному приключению. Например, эти космоверфи. Прогуляйтесь по ним, поговорите с работниками, и вас уговорят купить новое судно. Судно гражданское на моей верфи. Давайте выберем достойный корабль. Именно для вас. Может вы пристыкуетесь к огромному кораблю такому как Виджилиас. Военный корабль похоже. Или пообщайтесь с элитой галактики на круизном лайнеры для богачей. Вас также ждет множество личных встреч. Можно связаться с любым встречным судном, пообщаться, поторговаться или заняться пиратством. За дело. Я люблю всякие безумства. Мне нравится заниматься пиратством. Я захватываю корабли, беру их на абортаж и все, теперь это все мое. Забираю у них все сэндвичи и уношу к себе в грузовой отсек. Он у меня специально для сэндвичей. Я не изображаю себе героиню, отправиться в космос и она реально сумасшедшая. На просторах космоса иногда встречаются люди, которым не хватает общения. Привет. Я только закончила готовить обед. Если хотите перекусить, милости прошу. То есть всякие ИИ приглашают нас на обед, прилетев туда к нему или к ней можно рваться на пиратский ланч. Ярче всего запоминаются моменты игры, которые вы нашли сами. Я люблю Старфилд прежде всего за то, что это дичище беседки до мозга костей. Вы исследуете необычные уголки, знакомитесь с интересными людьми и ввязывайтесь в безумные авантюры. К чему еще есть можно не придаться, а сделать. Да, эта беседка все делает. Над этим проектом работает более 400 человек. То есть это не сторонние студии, а именно беседки. А через пару часов понимаете, что стали частью абсолютно новой истории. Вы человек? Мы думали, что кроме вас никто и не покидал землю. Опять же хочется вопрос задать, а что с землей то случилось? Планета с землей в этой игре. Эти традиции сильны в игре, они видны в случайных встречах и созданных вручную заданиях. Приятно играть прокладывая свой путь во вселенной. Более тысячи планет ждут встречи с вами. Более тысячи планет. Почувствуйте себя первопроходцами, открывающими новые планеты, изучающими каждый уголок едва изведанной галактики. Мы хотим вселить в вас надежду, ощущение восторга и чуда, а иногда чуточку страха. Мы дарим вам огромную песочницу с кучей игрушек и даем полную свободу. работа мы всегда показали, а теперь давайте сменим тему. Так, немного устали, да, мы? Потому что сейчас покажем кое-что другое. Создавая игры, мы напоминаем, наполняем миры всякой всячиной, стараемся перенести их в реальность. И с помощью коллекционных изданий для этой игры мы создали часы. Продаю часы. Такие вы, походу, они станут частью интерфейса для любителя. Показывает направление и сведения об окружающем мире. Часы подключаются к смартфону и отображают уведомления и не только. А еще мы создали какие-то они очень громадные, но руки смотрятся очень большими. Иштван, объясни. Да, мы уделили дизайну, а теперь смотрите. С правой стороны, часы одеты у человека, с левой стороны не одеты вот эти, которые они продают. Они должны быть вдвоем в тех же самых, а вы же продаете. Почему ты, работая в беседке, не хочешь одеть эти часы? Они же такие клевые. Да, мы уделили дизайн футляра не меньше внимания, чем другим. Да, они, короче, задаются тем, что хотят продать нам то, что нам не надо. Но у нас есть кое-что частью иксбокс мы работаем с замечательными людьми. Из их команды устройств вместе с ним. Да, так как беседка стала частью иксбокса, они теперь продают и ограниченную всеми серию гейппада иксбокс. Неинтересно. Дальше. Дальше что рекламировать будете? Понятно. Это можно, в принципе, пропускать. создавая игры, мы уделяем внимание множеству мелочей, наполняющих игровой мир жизнью. Но Starfield это не просто мир беседки Game Studio. Это целая галактика беседки. Почему у Starfield такой размах? Просто мы хотели дать вам свободу галактического масштаба. 45 минут вообще длится этот ролик. Я до этого искал, а сколько же вложилось денег в разработку этой игры песочницы. Они не просто рекламируют и показывают как здесь все четко и красиво продает игру не одно количество десятков людей, которые участвовали в создании этого видео короткого. Не говоря уже о создании игры. Сколько миллионов долларов было потрачено? сотен миллионов долларов на создание этой игры. Мне интересно. Так как она очень, ну, она не дешевая сейчас. Наслаждаться оживленным всем миром надо платить деньги. Она не 70 долларов. И сколько она? Она в моем регионе стоит 1690 с чем-то гривен. Итак, просканировав планету перед посадкой будут доступны для создания предметов строительства модификации, то есть ресурсы добывая. Эта система хороша тем, что планета создает процедурно, но исследуя ее, игрок видит созданный вручную контент. С приближением игрока система создает планету, сшивая ландшафт из кусочков. Вы понимаете, то есть игра создается поэтапно по мере продвижения вперед. Ну, это своего рода, да, это Майнкрафт. Взрослый Майнкрафт. Затем другая система добавляет интересные места. Затем другая система добавляет исследования живых существ, исследуя их минералы, растения. Это позволяет сделать элементы окружения частью сюжета, чем славится беседка. Агрессивные животные мешают нашим экспериментам. Они обитают неподалеку. Если избавишься от них, мы будем перед тобой в долгу. А если ваши друзья попадут на эту же планету, они расскажут вам другие истории. Вы поняли ваши друзья? То есть здесь наверное не будет одинаковый баз. Нельзя создать что-ли, чтобы на нее попал мой друг? Как-то запилинговать в какой-то локации базу, построить и в эту же локацию прилетит мой друг, в котором мы локально будем соединенной сеткой играть. Такого не будет? зачем-то широкополосное подключение к интернету в этой игре. А здесь уже пошел геймплей. Пираты. Да, вот попадая прямо в лицо, в скафандр, разрушая саму оболочку защитную, стекло сразу же убивается. Здесь тройная... Так, стопаем. Чуть-чуть назад. Здесь инвентарь был расширен из оружия. Показан. Да, светился круг в левом углу красным цветом отображается противник. Есть. Нету каких-либо значков, которые указывали на экране, что это противник. Только можно увидеть на самом дисплее вашего такого мини-коммуникатора с левой стороны. вот здесь вот я наверное сейчас скорость так скорость уменьшу. Где-то здесь выбор оружия был, которого до этого еще не было показано. Ну, видно как броня, вот тройная или жизненная энергия тройная. Уровень показан пирата два. Вот. Чуть-чуть назад что-то я пропустил. Там была такая система выбора оружия. Хочу посмотреть сколько ячеек можно вместить в себя. Тэн-тэн-тэн-тэн. 20 экспириенсов. Вот где-то вот в этом моменте. Так, раз, два, три. Сверху было три и сзади чуть-чуть три. Че ж я так пропускаю это? Ладно, все, давайте вперед, я не буду уже мозолить это все. Ближний удар есть. Вы сами решаете, как вести себя на той или иной планете. Вы можете изучить ее, поискать добычу, собрать ресурсы и улететь дальше, это мы слышали в начале игры, или просто полюбоваться видами. Это использовать сканер, вы проложите путь к новым местам и увидите причудливую природу. при наличии нужных навыков вы распознаете некоторых существ и растений, вы можете построить аванпост для добычи ресурсов из растений и животных, полностью исследовав планету или целую систему. Вы получите опыт и награды. Придумывая этих существ, мы рассматривали как местную фауну. Это не инопланетные существа, а существа из дикой природы, которых вы еще не видели. Богомольчик такой, какой-то интересный. Лучи светила света, попадающие в атмосферу, по мере его движения рассчитываются в реальном времени. Работая над освещением, мы в первую очередь хотели сделать игру более кинематографичной за счет света и красок. Это красивый вид. Вот существа, они такие, как пластиковые двигаются, движения какие-то они. Не то, что неестественные, а, не знаю, как роботы двигаются. Но генерация ландшафта будет происходить в реальном времени. Главное, что перед нами это все не происходило, да, пиксели не ставились так, пинь-пинь-пинь, как кубики. Исследуя планету, можно найти место для базового лагеря. Аванпост можно построить почти в любой точке. Есть множество модулей разных форм и размеров и с разным предназначением. В них даже можно жить. Поручите членам экипажа и компаньонам работу на ваше отсутствие. У нас есть новая летающая камера, которую можно включить во время строительства, а также вид сверху. С изометрической камеры, облегчающие планировку крупных частей аванпоста и размещение больших модулей. Так проще спланировать общий план аванпоста. Переключившись на обычный обзор, можно быстро доработать и украсить помещение. Чтобы использовать ресурсы, установите верстаки для изготовления и исследований. Модифицируйте оружие под свой стиль игры. Есть разные виды прицелов, увеличенные магазины, множество рукояток и стволов, различные боеприпасы, например, разрывные. Любителям действовать скрытно точно пригодится глушитель. А еще можно сражаться холодным оружием. Под ваш стиль игры. Прокачивая наверное умения те, которые будут ближе к вам для какого боя. Всегда трудно соблюдать грань между реальностью ее симуляцией и голливудской зрелищностью. Но мы стараемся чтобы игроку было весело. Мы полностью переделали боевую систему. Она стала динамичной, анимация стала более плавной. Играть очень приятно. В этой игре столько модификаций и оружия сколько не было ни в одной из предыдущих игр нашей студии. Огромное разнообразие. Хорошее снаряжение, лишь один из факторов влияющих на успех в бою. Вам придется адаптироваться к ситуации. У каждой планеты своя гравитация. Реактивные ранцы позволяют быстро перемещаться и дают преимущество в бою. Сразу же подсказка, что ранцы по-любому надо прокачивать, а не будут имбо. Имбова в любом снаряжении. Порой вам придется казаться, что вы летаете, кажется, что вы летаете. Бомбами стреляют. Нормально. Можно ли здесь модификация снаряжения как-то собрать таким образом, чтобы было уникально. Не так, как нам подсказывает игра, что уникальное собрать. Пистолет-бомбомет. Это будет клево. Нулевая гравитация создает свои трудности. Выстрел из баллистического оружия в такой среде отбросит вас назад. Энергетическое оружие напротив обеспечивает устойчивость при стрельбе. Есть магнитное оружие. Мощная баллистическая конструкция с электромагнитной индукцией. Каждый ствол оснащен своим лазерным наведением и наносит серьезный урон. Здесь разное оружие надо. Уже вижу. Если приблизиться ближе к врагу, можно их бить кулаками или пустить компактное оружие в ход. А может что-нибудь покрупнее. О, это миниган. Миниган, ничего себе, космический какой, интересный. Старфилд найдется и это. А как подтыкать ножиком можно. Причем практически у всех видов оружия в ближнем бою от первого лица можно смотреть количество патронов остались при стрельбе. Так, это какой-то способности обладает кинетическими способностями. Еще раз спасибо вам за внимание. Благодарим за то, что вы уделили нам время. Понимаю, информации очень много, игра настолько большая, что мы не успели показать все, мы любим делиться друг с другом уникальными ситуациями, которые могут возникнуть только в такой игре. Думаю, она стала особенной благодаря тем, кто над ней трудился. Она отражает работу талантливой команды энтузиастов, каждый из которых вложил в этот проект частичку души. Давайте узнаем, чем игра запомнилась им. Мне нравится, как наши новые технологии сошлись воедино и создали самые красивые закаты и восходы за всю историю наших игр. Я обожаю существ и изучение мира. Все биомы очень разные, на ум приходит слово обширное. Я люблю включать фоторежим и делать крутые снимки. Мне нравится совершать открытие и даже не верится, что я видел еще далеко не все. Мне больше всего нравится строить аванпосты. Мне нравится, что каждая планета дарит другие впечатления. Вы долго строите корабль, а потом видите его на пусковой площадке. Они же огромные, настолько здоровые, что нигде таких больше не встретишь. Прикольно, что ты увидел башню вдали и сразу думаешь, здесь пониженная гравитация. Я наверняка допрыгнул. Мне очень нравятся биомы, корабли, дизайн звука, планеты, смена дня и ночи. Для меня это очень важно. Дипломатия, изучение мира, свобода, концовка, Васка сам собой. Обожаю роботов. Великое множество созданных нами миров. Снайперки, конечно. Рычажная ракетная установка. Мозговой росток. Люблю его. Он некоторых пугает. Ума не приложу почему. Мне больше всего нравится то, что игра позволяет мне быть тем, кем я хочу. Делайте, что хотите. А именно то, что вы ждете от игры, это то, что в каждом большом мире будет обширная территория и много исследований. Мы с нетерпением ждем дня, когда вы запустите Старфилд и начнете свое уникальное приключение. Главное, двигатели запущены. Удачи созвездия. Вы готовы к запуску. Старфилд. 9 сентября 23 года. Xbox XS и сейчас, ребята, давайте, знаете, что я хочу еще посмотреть. Зайду-ка я в Steam еще раз уточним требования. Старфилд. Это 1699 гривен. Пауза. Пауза здесь. Пусть пауза. По языкам. Какие языки? интерфейс озвучка субтитры английский и французский. Интерфейс субтитры итальянский и полностью немецкий. И еще, какие языки присутствуют испанский, японский, польский, португальский, китайский, упрощенный. По техническим системным требованиям. Минимальная винда 10 версия 22 H2, AMD Ryzen 5 2600X, Intel Core i7 6800K, оперативная память 16 гигабайт, видеокарта AMD Radeon RX 5700, Nvidia GeForce 1070Ti, Direct 12, широкополосное подключение к интернету, 125 гб. И так, отключись, я тебе говорю, что ты включаешься? И SSD обязательно, рекомендуемые, винда 10 или 11, AMD Ryzen 5 3600X, Intel i5 10 600K, 16 гигабайт, AMD RX 68 2, короче, понятно, понятно, все ясно, стоимость предзаказа Premium Edition 2499, ну, почти там, почти, но не 100 баксов. спасибо, за просмотр, ставьте лайки, оставьте сообщения, но, мое мнение, игру можно покупать, можно покупать, но, возможно, придется подождать какой-то отзыв, но песочница, она будет 100% центов, сравнима, в будущем, скорее всего, как, ну, как я и сказал, ну, нельзя, наверное, сравнивать, я сравниваю с Майнкрафтом, у меня такие ассоциации, просто. достраивается мир по мере продвижения тысячи планет, не знаю, надеюсь, эта игра будет очень клевая, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, увидимся, всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok